всем добрый день меня зовут светлана и вы на моем канале клубок шоу рада новым подписчикам рада нас встретиться с теми кто следит за моими работами и в продолжение жаккардовый тема совершенно совсем недавно у меня вышел мастер-класс вот такому пуловеру и что-то я на одном дыхании решил связать к нему в цвет такую шапочку вот смотрите какая шапочка получилась шапка несложное в исполнении вяжется очень легко жаккард я сделала только одну полосочку поскольку если кто-то будет из начинающих мастериц вязать так же как и по свитеру я по пуловеру я говорила что можно просто заменить одним цветом можно сделать вместо жаккарда какие-то полосочки все зависит от вашего желания шапочка достаточно такая длинные поскольку несколько вариантов ее можно носить можно носить как и с отворотом и можно носить как шапочкой бини тоже неплохой вариант украшать помпоном или нет все зависит от вашего желания шапочка связана совершенно без швов на круговых спицах идет у меня сначала резинка потом перехожу на чулочную гладь и вот на небольшой жаккард я вязала свою шапочку из вот этой пряжи у меня к сожалению этикеточка нас не сохранилась но это пряжа элитные фирмы пехорка состав пряжи у нас с вами идет сто процентов мериносовая шерсть в 415 метрах в 50 граммах 415 метров я вязала в пять ниточек и вязала спицами четыре с половиной я использовал только один номер спиц я не стала менять при переходе от одного резина от резинки к другому никаких спиц не меняла поскольку резинка достаточно хорошо пряжа достаточно хорошо держит резинку мне поэтому не потребовала смены спиц и по поводу сколько это шапочки пряжи у меня ушло шапочка весит 75 грамм поэтому сколько каждого цвета ушло я даже не знаю но здесь практически одинаковое количество пряжи ну может быть чуть побольше вот этого рыжего но я точно не могу ничего сказать но 75 грамм ушло и прежде чем вязать эту шапочку как обычно мы с вами приступаем к нашим расчетам расчеты я вам дам на свои данные на обхват головы 50 сантиметров 48 50 это где-то на два на три года ну или там 50 сантиметров можно у малышей и более старшего возраста но я вязала на возраст 2-3 года и по моей плотности в моей плотности ой извините я вам сказал что вязал использовал спицы четыре с половиной нет спицы четверочка по моей плотности это в 10 петельках 16 сантиметров и 24 ряда 9 сантиметров я ориентировалась на обхват головы 50 сантиметров перевела по своей плотности петельки получилось 80 петель и из этой цифры я вычисла 15 процентов у меня получилось 68 петелек поэтому наборный край у меня был 68 петелек и плюс одна петля для того что замкнуть нашу работу в круг поэтому расчет мы с вами сделали можно брать спицы пряжу и начинать нашу работу я набрала петельки аккуратненько достаем одну спицу смотрим чтобы наша наш начальный ряд не перевернулся проверяем сразу же работу нашу поворачиваем и теперь мы снимаем первую петельку и а последнюю петельку перекидываем через эту первую петлю вот таким образом у нас с вами ниточки мальчик и потянем так у нас с вами произошло замыкание в круг возвращаем нашу петельку на место и начинаем вязать я буду вязать резинкой один к одному череду и одну лицевую одну изнаночную вы можете вязать любой резинкой единственно не забывайте когда будете считать петельки чтобы у вас для наборного края чтобы у вас был раппорт рисунка так как у меня раппорт рисунка две петли поэтому можно набрать любое четное количество если у вас раппорт рисунка 4 петли например как у резинки 2 на 2 значит надо чтобы петли количество петель делилось на 4 и таким образом если там резинка 2 на 3 тогда чтобы был кратен 5 и еще раз хочу как то чтобы вы учли что наборный край резинку мы вяжем на спицах меньшего размера так я буду продолжать вязать свою резинку на нужную мне ширину я связала резинку у меня она получилось 10 сантиметров я посчитал 25 рядов и теперь я буду вязать лицевой гладью то есть только лицевыми петельками размер спиц я не меняю маркером я отметила начало ряда вы хотят тут круговое на вязание но поскольку буду выполнять рисунок то решила таким образом отметить и продолжаю вязать по кругу полностью лицевыми петельками до момента как начну вывязывать жаккард от резинки я провязала 15 рядов у меня это получилось 5 с половиной сантиметров и теперь я начинаю вязать жаккард так как я эту шапочку вижу в комплект к пуловеру вот у меня это пуловер поэтому я думала на каком рисунке остановиться можно подобрать и который идет у меня по кокетке и который идет по низу изделия но решила вот остановиться на этом рисунке вот схема моего рисунка эти схемы будут у меня в группе в контакте вы в любой момент сможете зайти и посмотреть по каким схемам я вижу вы можете вязать по любой схеме но единственно не забывайте что тогда вам при расчетах надо будет скорректировать ваши петельки под раппорт рисунка у меня раппорт всего лишь 4 петельки поэтому все прекрасно подходит и я начинаю вязать у меня отделочный вот контрастный цвет я провязываю первую петельку и теперь у меня три петли рыжего цвета но я буду вязать без протяжек у меня есть мастер-класс как вязать без протяжек вы можете вязать любым способом 1 1 2 3 1 желтая 4 петелька и я теперь так и повторяю 1 2 3 4 желтенькая петелька таким образом у меня по изнаночной стороне нет протяжек так я довязываю ряд до конца и уже покажу как вязать второй ряд жаккарда я довязала ряд до конца вот дошла до маркера и следующий ряд мы с вами будем чередовать два цвета меняю каждую петлю для этого мы с вами провязываем желтым цветом рыжим и так мы с вами вяжем весь наш ряд и продолжаем вязать дальше третий ряд мы провязываем одну шинку и теперь желтые и теперь три рыжих 1 2 3 4 желтые и так мы с вами провяжем до марки я довязала до маркера а рисунок у меня связан полностью но сейчас мне надо чтобы был переход одного цвета к другому чтобы чтобы это чтобы это получилось мы теперь будем вязать в зеркальном отражении надо рыжими ниточками на желтую на желтый и рыжий вяжем у нас 1 желтый теперь рыженькая рыженькая ниточку никак не подхвачу и теперь 3 желтых 1 2 3 теперь рыженькая и теперь и и так и так я довяжу до маркера и уже затем рыжую ниточку оборву обрежу и буду вязать полностью желтыми ниточками до момента до того момента как буду вывязывать макушку но я довязала шапку до того момента как начну увязывать макушку но сначала нам с вами надо определиться какая у нас макушка будет во первых надо определиться какая шапка будет высотой она может быть по голове или удлиненная поэтому размер вот высота самой шапочки соответственно будет разная и также по закрытию макушки макушка может быть более плавная или может быть мы закрываем за меньшее количество рядов и поэтому она получается более пышная я решила что у меня шапочка будет по голове связана и закрытие было в макушке чтобы было пышное поэтому мне надо чтобы макушечка у меня убавилась где-то за 6-8 рядов поэтому клинышек у меня должен быть около 8 петелек поскольку я буду убавлять два способа можно убавлять в этом клинышке по две петли через один ряд то есть мы один ряд убавляем второй ряд вяжем без убавлений или можно убавлять в начале или в конце клинышка в каждом лицевом ряду поэтому у меня 6 рядов получается что я закрою свою макушку я высота моей шапочки 18 см я вам обязательно оставлю табличку в которой указано соответствие размера головы и высоты шапки эта табличка также есть у меня и в группе вконтакте вот она у меня 18 см я перевела по своей плотности это 48 рядов и соответственно я начинаю расчеты 5 рядов у меня по резинке я отметил затем я провязала 15 рядов вот рыженькой ниточкой 4 ряда жаккард 18 рядов уже у меня провязано желтой ниткой и теперь будет у меня убавление я разделила таким образом что у меня получилось 8 клинышков каждый клинышек по 8-9 петелек и теперь я начинаю убавление я как и говорила что можно убавлять в начале вот клинышка в начале или в конце в каждом ряду но я буду убавлять то есть в начале и в конце клина через один ряд таким образом первые две петли я меняю их переворачиваю для того чтобы был более аккуратная вот линия убавки и вяжу два три четыре четыре петельки провязала и следующие петельки две я провязала вместе маркер перекидываю хотя уже там будет хорошо видно что здесь было убавление но это чтобы легче было ориентироваться следующий также две петельки я провязываю вместе здесь уже у меня клинышек из 9 петелек поэтому раз два три четыре пять пять петелек и две петли вместе маркер перекидываю и у меня следующий клинышек я также буду убавлять я этот я провяжу ряд да вот до начального маркера провяжу ряд следующий ряд я буду вязать без убавок и так я провяжу до тех пор пока у меня в каждом клинышке не останется одна или две петли я закрыла всю макушку у меня осталось 12 петелек и теперь мне ее надо только стянуть каким образом я это делаю я сейчас покажу вот у меня последняя петелька я через последнюю петлю буду пропускать все петельки вот одна вторая перекидываю и так все петли сейчас я возьму еще одну спицу чтобы было удобнее перекидывать можно отрезать ниточку и пропустить через это через иголку с большим ушком и все это сделать можно крючком но почему-то мне этот способ больше нравится поэтому я макушку всегда стягивает так вот так мы с вами аккуратненько каждую петельку осталось здесь еще немного как правило я в конце работы оставляю чтобы у меня на спицах но это в зависимости от толщины но и в яме тут на шапке все таки достаточно толстые пряжи где-то 10-15 петелек а тогда можно хорошо стянуть и не было бы чтобы у вас дырочки так вот у меня последние петли осталось я уже через эту петельку провязываю обрезаю 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 ниточку и ее вот и все вот смотрите какая у нас с вами аккуратная макушечка получилось теперь с помощью крючка я спрячу кончик вот можно даже не с помощью крючка я с помощью крючок у меня крючка под руками не оказалось не получит нет получилось так получилось ну прям с помощью крючка конечно много удобнее все это спрятать но все равно с помощью спицы главное подхватить вот смотрите какая макушечка у меня получилось достаточно пышненькая и вот она так закрыта все на этом шапочка моя готова мне осталось останется ее постирать и уже там я решу какой помпон украш каким помпоном украшу свою шапочку но прежде чем стирать я хочу показать каким образом я убираю ниточки поскольку я ниточки вот кончики пряжи всегда прячу до того как стираю шапочку вот у меня начало работы здесь получается петелька лицевая вот она как бы цепочкой и я вот вдоль боковой стеночки с помощью крючка эту ниточку пропускаю если ниточку у вас длинная то можно вставить в иголочку и таким же образом убрать я немножко растягиваю видите практически незаметно наша ниточка кончик я не обрезаю я уже обрежу когда постираю и уже на изнаночной стороне также можно или в иголку или это с помощью крючка но здесь я уже поскольку здесь жаккард просто вот здесь по жаккардовому рисуночку пропускаю эту ниточку почему именно до начала работы ой до стирки поскольку это у нас с вами шерсть она во время стирки немного приваливается особенно вот хорошо приваливается если вот это меринос а это именно если шерсть ну она как-то у нас пускай она достаточно жесткая по сравнению с мериносом но она прям хорошо приваливается что кончики пряжи вообще так приваливаются что их даже практически невозможно найти вот таким образом я еще пропущу там два-три стежка также оставлю ниточку ну может обрежу ее так немножко наполовину наполовину и уберу вот эту ниточку и уже после стирки после стирки тот кончик который привалялся вот останется здесь немного я его просто аккуратненько подрежу и таким образом ниточка прямо будет прекрасно держаться и у вас она не распустится моя штапочка уже постирана я сделала помпон вот такой небольшим помпончиком я решила украсить попробовала побольше мне не очень понравилось но думаю если для девочки можно чуть побольше но для мальчика мне кажется не очень поскольку эту шапочку планируется носить как я и говорила и с отворотом и в то же время у меня шапкой бени украсил своей силиконовой нашивочкой я уже показывала у меня пришли очень даже нравится мне и качество и все так красиво смотрится помпон хочу показать у меня на ленточке как помпон я делаю если кому-то интересно у меня есть даже я не стала снимать отдельно мастер-класс в одном из отчете по своим работам я и показываю как делаю с я помпон вы можете прийти по ссылке и посмотреть как я это все делаю ну все вот моя шапочка готова она уже сегодня завтра будет отправлена своему будущему маленькому владельцу надеюсь вам мой мастер-класс понравился и поможет вдохновить вас на какие-либо на создание каких-либо изделий для вас для ваших близких я с вами прощаюсь всего вам доброго до свидания до новых встреч это проектированные вашим начальницам ну чтобы tabii remembrance плаком но у у